Что мы знаем про Алтай? Что первое приходит тебе на ум, когда ты слышишь эти два слова «горно-алтайск»? Скорее всего это горы, реки, озера, ели, туманы, водопад, походы, или может быть шаманы, кайчи, бубны, алтайцы, традиции, древности, пуп земли, шамбала, не побоюсь этого слова. До того, как Алтай не был обласкан блогерами, мы, вероятно, мало что про него знали. Теперь же, в постпандемийный период, это место стало стремительно набирать туристический потенциал, и поэтому мы… Наконец-то смогли позволить себе небольшой отпуск, но в рабочем режиме, и теперь мы на Алтай, прилетели в горно-алтайск нашей командой для того, чтобы посмотреть, как работает на Алтае туризм, какие здесь есть гостиницы, какие здесь есть трансферы, экскурсии, услуги и все это прочее. Летом я здесь уже бывал, в начале июня, но осенью Алтай я еще не видел. А здесь богатство, вся богатство. Горный Алтай, республика Алтай, она попуг земли. От белуха ушла вода по всему земному шару. Жили раньше 12 братьев, черные люди, ну, черный раз имеется в виду. И в одном кучке, когда возвращали, не могли ужиться. Разные нам дожены, там, все. И отец отправил в разные стороны. Ищите себе гнездышко, найдете каждый себе. Те бурята, тувинцы, азербайджаны, все-все эти крызы. Ряда даже вот вчера было некоторые, считаем, 1, 2, 3 по русскому, да, а по алтайскому берегу, все совпадает, я бы поговорила. Решение исследовать горный Алтай с командой Enjoy Камчатка было не спонтанным. Большинство наших клиентов либо уже были здесь, либо пристально к нему приглядывались. И вопрос, есть ли на Алтае свое представительство, стал звучать слишком часто. Так как мы знаем, какой вид отдыха и сервис предпочитают наши клиенты, что им интересно, а что нет, мы решили самостоятельно изучить регион, исходя из запросов наших гостей, чтобы понять, какую здесь можно сделать программу. Какая здесь инфраструктура и, самое главное, можно ли в этом регионе путешествовать с детьми. Итак, покажу вам нашу команду, здесь я пытаюсь сделать на память общую фотку, но все заняты своими делами, кроме Агнии, ей всегда интересно, что у меня там в мониторе. София, мозг нашей команды, полна мудрости, обаяния, знания о том, как делается туризм изнутри, умеет найти выход из любой сложной ситуации, обладает способностью переставлять и сводить любые элементы туристического продукта. Идеальный тандем с решительным и предприимчивым Семеном, поговаривает, это именно он придумал словосочетание Enjoy Камчатка, когда спал в снежной яме, спасаясь от вьюги в зимнем походе. Двое прекрасных ангелочков, Анна и Агния, это их дети, в своем юном возрасте уже знают, сколько действующих фулканов на Камчатке и какой вертолет может безопасно облететь ключевскую сопку. Кирилл Сергеевич, технический директор компании, абсолютный педант во всем, что касается оснащения группы, заведует спутниковыми телефонами, снаряжением для походов, следит за безупречным состоянием транспорта для всех категорий туров, а также непревзойденный рыбный гид и обладатель удочки для ловли нахлостом. Ну а это я, автор всего медийного контента, который вы имеете удовольствие смотреть на сайте Enjoy Камчатка. Скромно стою по другую сторону экрана, но изредка попадаю в кадр. В этот раз у нас сложилась очень семейная атмосфера. С нами дети, способные развлекать себя сами и вполне легко переносить долгие переезды. А долгие переезды лучше всего делать на комфортной тачке. Команда Enjoy привыкла делать высокий сервис и повышенный комфорт, поэтому мы взяли те же машины, что используем на Камчатке. Nissan Patrol 62-й кузов, это для тех, кому нужна эта информация. Супер комфортная вместительная тачка, внутри очень много места, как спереди, так и сзади. Огромный багажник, куча электроники. По трассе идет быстро, надежные тормоза, легкая на обгон, маневренная, мощная, удобная в управлении. И чтобы ты не думал, что на ней можно только по асфальту ездить, мы протестировали машину в Курайской степи по бездорожью, проехали несколько речек из-за снежных лесов. Ну, если начать гонять на этой машине по поворотам, ну, ты, конечно, волей-неволей в этом сидении катаешься, как сорочек в масле. Ну, это, наверное, единственный такой там недостаток. Первые два дня это были курорты. Это один был курорт, и второй был просто такое место для тихого отдыха, для людей, которые хотят убежать от чего-то, такого шумного, от шумного города. Это такие тихие места, и там скучно. Ну, с одной стороны, там хорошо, потому что ты отдыхаешь от большого города, а с другой стороны, было четкое понимание, что ты Алтай в этом месте не увидишь, не почувствуешь. Первое место, в которое мы двинулись с аэропорта Горно-Алтайска – курорт Манжирок. Находится на Чемальском тракте в 40 минутах от аэропорта. Не путать с Чузским трактом, до него мы еще не доехали. На курорте несколько типов проживания отличаются своей звездностью. Три звезды – это двухэтажные домики со стандартными номерами и семейными студиями, и гигантский пятизвездочный отель с панорамными окнами и видом на горы. Работает прокат всего, на чем только можно прокатиться. В Манжироке мы пробыли день и ночь, а утром отправились дальше по Чемальскому тракту. Это было прям вау, потому что мы наконец-то начали видеть горы, мы наконец-то начали видеть реки, познакомиться с людьми, с разными. И ты начинаешь чувствовать вот этот дух Алтая. На Алтае очень интересное ощущение. На Камчатке, например, ощущение такое, что у тебя внутри все бурлит, кипит. Вот эта вот энергия, она как-то так ощущается. А на Алтае внутри тихо. То есть Алтай постоянно тебя как-то гармонизирует. Сравнивать, на самом деле, очень тяжело Камчатку с Алтаем. Я бы сказал, даже невозможно. Все-таки она, наверное, все-таки больше близка, эта картинка, к Альпийским горам. Но это точно не Камчатка. Поэтому сравнивать сложно. И все постоянно тоже спрашивают, а как вам, можете ли сравнить, одинаково ли, какие у вас ощущения. Ощущения абсолютно разные. Здесь такое прям тебя догоняет состояние умиротворения, спокойствия. Просто смотришь, да ли тебе, и глазу есть за что зацепиться. Слушаешь природу, тишину. Я уже говорил, что в нашей команде есть специалист по доставанию рыбы из реки. И это Кирилл. Он, конечно же, взял с собой снасть и не смог отказать себя в удовольствии покидать удочку. Ведь в горных реках Алтая обитает аж 28 пород рыбы. Ну, мне понравилось. Мне вообще нравится здесь пейзажность тех мест, где ты, в принципе, можешь выйти на реку. И в каких-то, я не знаю, сумасшедших условиях, во-первых, испытать огромное эстетическое удовольствие от того, что ты, в принципе, там видишь и что ты делаешь. Ну, а если тебе что-то удастся все-таки поймать, наверное, все-таки и остальное набор удовольствий. Но у меня в этот раз так не получилось. Наверное, нужно сюда приезжать специально ради этого еще раз. Если взять в целом Алтайский край, то сумасшедшие виды, конечно, похожие на Аляску. Рыбалка на Алтае – это также сродни медитации. Ведь ты находишься просто в удивительном месте и максимально соприкасаешься с природой. Ты прости, но я теперь буду все сравнивать с погружением в мысли. И да, как уже сказала София, Алтай невозможно почувствовать, находясь на курорте. Поэтому мы уехали до самого конца Чемальского тракта, чтобы посмотреть на одну из достопримечательностей Арактойский мост. Но прежде чем рассказывать про него, внесу ясность по Алтайским трактам. И для этого мне подобится карта. Горно Алтайск насквозь пронизывает всем известный Чуйский тракт. Да-да, это тот, который входит в топ сколько-то красивейших дорог мира. У него есть и менее популярное название – Федеральная автомобильная дорога R-256. Дорога берет начало в Новосибирске, проходит через Биск, Горно Алтайск и уходит далеко в Монголию. От аэропорта Горно Алтайская до села Коша-Гач – это крайняя точка тракта, расстояние 453 километра, что равняется примерно 7 часам пути. Но помимо Чуйского есть еще и Чемальский тракт. Он, в отличие от первого, имеет тупиковую часть, которая заканчивается в горах села Куюс-Кую. Куюс появилась в 1612 году и ему на секундочку больше 400 лет. Здесь, как и сотни лет назад, особо ничего не поменялось. Все так же пасутся овцы, течет Катунь и высятся молчаливые горы. Прежде чем пускаться в путь по Чуйскому тракту, каждому нужно ознакомиться с картинными пейзажами Чемальского тракта, его живописными деревушками, нависающими скалами и каменистыми берегами Катуни, проехаться по Арактойскому мосту. Ах да, Арактойский мост, но если в двух словах, это старый автомобильный мост, между населенными пунктами Арактой и Эдиган. Название села здесь как будто толкин придумывал. Предыдущий мост на этом же самом месте смыло полноводьем 30 лет назад. Выглядит вполне эпично и для пары инстаграмных снимков вполне можно скататься. Не, ну как бы несмотря на все, место прикольное, надо сказать. Да? Ферное. Это видишь, такая прям аттракция. Вот ты приехал, здесь ферма. Здесь животные, здесь есть как бы все. Ты можешь покататься на лошадях. Там отдельная вот эта вот, наверное, история с конной прогулкой. Место живописное. Круто, что Алтай разный. Считай, да. Вдоль реки на лошадке прокатиться, это, наверное, такой прям определенный кайф. Для вас это было мгновение, ну а мы потратили целый день, чтобы перенестись в село Инигень. Это примерно 200 километров от места, где мы были. И здесь меня лично поразило, насколько сильно отличается пейзаж от того, что мы видели в начале тракта. Хвойные леса сменились на пустынную степь, а заросшие деревьями коры на холодные каменные клыбы. Мы остановились в агрокомплексе с одноименным названием Инигень. Это вроде как и отель, но мы прозвали его ферма Дяди Сэма, потому что вид здесь соответствующий. Не хватает только перекатиполя и салуна с небритым ковбоем. По всему ранчо вдоль реки разбросаны домики с панорамными окнами на гору. Есть бани и, самое главное, вертолетная площадка, но о ней я расскажу позже. Недалеко от комплекса есть идеальное для медитации место – это слияние рек Катунь и Аргут. Доехать можно на машине, а к самому слиянию сходить пешком. Вниз мы, конечно же, не пошли, но и сверху есть на что посмотреть. То есть Алтай – такое место, которое тебя все время внутри успокаивает. Субтитры добавил DimaTorzok Надеюсь, я не сильно утомил тебя красотой Алтая, но в горах иногда лучше помалкивать и просто получать удовольствие. Чем мы и занялись, арендовав на несколько часов вертолет, чтобы слетать к священной и полной легенд горе Белухи. На комфортном еврокоптере в одну сторону всего 20 минут – это очень немного, учитывая, сколько впечатлений ты получишь за время полета. Нам есть чем сравнивать, я хочу сказать, что даже сам маршрут до финальной точки проходит над фантастически красивыми местами. А подлететь к вершине горы в 4,5 километра впечатлит, пожалуй, даже самого искушенного путешественника. Я сто пятьсот раз облетал ключскую группу вулканов, но горный массив Белухи – это из другого мира, и его ни с чем нельзя сравнивать. Белухи – это из другого мира. Я вообще очень сильно кайфанул от нашего полета на Габелухи. Сначала, когда мы соптанули прям и полетели вдоль Катуни, было так классно наблюдать эту реку с высоты, ее цвет, насколько он реально контрастирует с осенними красками леса, было очень красиво. И когда уже подлетели к Белухи, я смотрю, там очень разный рельеф, то есть ледники, какие-то стенки прям вертикальные, хребты. Вот он стоит, прямо белый острый, да, это жена. Сейчас вот все вещи упадут, она выявится красиво. А рядом нос курносный, рядом прямо дед брови так прищулено, нос курносный, под носом где растут осины. Чуть внизу рот, там белый камыш, видать. Чуть внизу борода. Когда рядом с дедом стоит конь, из-за того, что он превратился, был большой шаман. Очень большой шаман попросил спуститься с шамана, и по Катуни просил спуститься. И два шамана здесь, на этом слиянии, шаманили друг друга, кто кого сильнее. Он-то знал специально, чтобы было как бы соревнование под вид такого, как бы в наше время говорят. Если ты не разглядел голову богатыря и лошади, а также двух шаманов, мотай назад и пересматривай. А ежели снова не увидишь, то собирайся и езжай на слияние рек Чуи с Катунью. И не забудь накупить чебуреков у этой мудрой алтайки. А мы пока отправились дальше, в сторону села Кош-Агач. Останавливались в туристических местах, набирались мудрости у местных жителей. Посмотрели петроглифы, которым примерно 5000 лет. Прикоснулись к древности и разобрались, что означают телевизоры в груди и хвосты сзади этих людей. Ну здесь видите, у него в груди пустой. Он отдал душу богу. Танцующие воины, это у них ритуальные танцы. Морал. Морал это безвинное животное, потому что не проходит мимо, не через частини. К месту нашей очередной ночевки мы добирались уже после заката солнца. Путь лежал через степь и побитый морозом земле. С момента, как мы выехали с аэропорта Горно-Алтайска, мы все время набирали высоту. И здесь на плато межгорной котловины уже приближались к 2000 над уровнем моря. Курайская степь простирается аж на 20 километров и окольцована северочуйским горным хребтом, вершина которого и есть священная гора Белуха. Здесь по-настоящему чувствуется дух Алтая, и в этом месте мы все окончательно замедлились. Сезон здесь уже подошел к концу, наступили холода, и скоро глэмпинг законсервирует на зиму. Хозяйка рассказала, что ночью температура опустилась до минус 20, а это уже довольно серьезная температура. Мы всю ночь топили печь, чтобы не замерзнуть, но это нисколько не омрачило наше пребывание здесь. Место по-настоящему волшебное, и с восходом солнца поляна снова нагрелась. В окрестностях ездить и погулять, здесь очень много мест для того, чтобы побыть наедине с собой. Без связи, интернета, без новостей, и как будто бы без проблем, которые остались в городе. Я думаю, что почувствовать Алтай, находясь только на курорте, невозможно. Нужно обязательно уезжать в горы, нужно обязательно уезжать туда, где ты можешь остаться наедине с природой. Вот как сейчас мы находимся в глэмпинге, вокруг нас только горы, я слышу шум реки, и здесь тоже такая прям тишина, такое умиротворение, его невозможно почувствовать на курорте. Верблюдам зимой нельзя подходить, потому что он может человека съесть, потому что не хватает пищи. И мы надеваем на верблюдов шины, чтобы они не догоняли человека. История непроверенная, так что гугли. Ну а мы добрались до финальной точки нашего путешествия, село Кош-Агач, то самое, что на границе с Монголией. Здесь нас встретил уже совершенно иной рельеф. Село находится посередине полупустынной Чуйской степи, по которой можно ехать в любом направлении, как по дороге. Растительности нет, но есть несколько интересных возвышенностей, и одно из них – гора Джалгиста-Бе. Понятное дело переводится как «Одиногая гора». И второе – это урочище Кызыл-Чин, или как его обозвали туристы – Марс номер 3. Первый холл меня не сильно так впечатлил, разве что своей деревянной вышкой с мутной историей. А вот лишенные растительности горы, окрашенные благодаря особенностям местных пород в яркие красные, желтые и зеленые цвета, определенно достойны внимания. Кызыл-Чин означает «красное ущелье». Здесь 90 миллионов лет назад было реликтовое море. Ты сейчас не ослышался, на месте Алтая раньше была вода. Если интересно, черкани в комментариях, скину ссылку на работу доктора геологических наук. Такая краска склонов получилась благодаря примеси магеметита, марганца и хрома. Все это смежено с пластами глины, известняка и песка толщиной в 5 метров. Марс 3 – наименее посещаемое место благодаря своему отдаленному расположению, но наиболее впечатляющее своими пейзажами. Авторитетно заявляю, как человек, бывавший на первых двух. Здесь мы проводили солнце за горизонт и вернулись в село уже по темноте, где нас ждало еще большее погружение в культуру Алтая. Этот человек с невероятными возможностями зовется Кайчи. Буквально народный алтайский поэт, сказитель и исполнитель героического эпоса. Так же, как от родного порога уходят тысячи дорог. Среди этих тысяч дорог всегда можно найти одну единственную, которая обратно возвращает. Он умеет делать так. Так. И вот так. А еще играет на разных народных инструментах. И если не вдаваться в подробности, Кай – это горловое пение. Особая техника, которую учат в алтайских музыкальных школах. Данная техника довольно-таки известна в мире под названием техника абертонального пения. За счет языка язык поднимается к небу. И за счет языка вот этот высокочастотный звук, он концентрируется в небе, в носовой полости. То есть в выдох идет через нос. Скажем, при стиле Кюмей, то есть от него производный стиль Себесхэ, данный эффект усиливается. Этот свист, он входит на передний план, становится ярче. От некоторых исполнений мы, конечно же, были в шоке, и то и дело погружались в предтрансовое состояние. Вообще быть на Алтае, не пообщаться с Кайчи, не послушать легенды и сказания в его исполнении – это немного неправильно. Потому что, как мы уже говорили ранее, Алтай – это не только горы, реки и озера, но также и богатая культура регион, и ее проявление здесь на каждом шагу. Конечно же, я снова начал сравнивать свой край, где я родился, историю народности Камчатки с алтайцами, и по этому поводу очень емко и понятно высказалась София. Здесь, вот на Алтае, знаешь, вот алтайцы, да, они живут по всей своей земле, и ты видишь их везде. И они в современном мире сохраняют свою культуру, и ты здесь это очень хорошо чувствуешь. А на Камчатке, я не знаю почему так, но наши коренные народы, да, они живут в большей части на севере, на севере Камчатки, и ты их культуру не видишь. Ты видишь их только на каких-то концертах, но это немного не то. То есть нет такого погружения, как здесь, в эту культуру, в эту самобытность, вот мы даже и видим. За 10 дней мы проехали по всему гор на Алтайску, добрались до крайних точек Чуйского и Чемальского тракта. Казалось бы, мы видели все, но нет, мы не посмотрели и третье всего, что есть на Алтае. Одно можно сказать точно, приезжая на Алтай, нельзя останавливаться лишь на курорте. Изучай новые места, знакомься с местными жителями и их легендами, посмотри на Марс, на Катунь, на лес, а затем забирайтесь выше и взгляни на все это с высоты. Нужно уезжать в горы, нужно уезжать, нужно пробовать смотреть Алтай разными способами. Вертолетом, где-то машиной, где-то пройти пешком, где-то пожить вот в глэмпинге, где возможно будет минимум удобств, но будет максимум единения с природой. Надеюсь, тебе было интересно и ты узнал что-то новое, зарядился желанием увидеть все это своими глазами и уже смотришь билеты на самолет. Если что-то стало непонятно, спрашивай в комментариях и не борись желанием подписаться на канал. На этом все, пока! Субтитры создавал DimaTorzok